Можно сказать то, что очевидно ожидает услышать зритель. Что некоторые наблюдения показывают, что все-таки активизация некоторым образом синхронизирована с голосованием в Верховной Раде и с экономическими процессами. То есть это некоторым образом точно обозначить зависимость сложно, но видно, что так или иначе они синхронизированы. Почему они это делают? Например, чтобы сорвать голосование за европейские законы? Возможно, учитывая, что, на мой взгляд, целью Российской Федерации является не допущение нас в ЕС и НАТО ни при каких обстоятельствах. А 1 января заканчиваются Минские соглашения. 1 января у нас должна вступить в силу Ассоциации СССР, безвизовый режим. То есть Украина должна подскочить в смысле комфортности и в смысле перспективности, как социосистема должна подскочить в глазах россиян. Как это? Хохлы там имеют безвизовый режим, а мы тут сидим под санкциями. Ясно, что стараются этого не допустить. Поэтому активизирована агентура Российской Верховной Ради, поэтому синхронизируется с... Есть попытка сорвать мирное соглашение. Очевидно, связка логическая такова. То есть возобновятся в той или иной форме действия на фронте, будет обострение. Евросоюз побоится дать безвизовый режим, потому что беженцы и воюющие государства снова. Может быть такая синхронизация. Это логические рассуждения, это доказательства, здесь мы выстраиваем, причины следственной связи чисто на логике, не на фактах. Фактов маловато для полноценной оценки того, что происходит, но я думаю, что эта логика имеет место быть.